Здравствуйте! Добрый день! Как вы знаете, меня зовут Яков Михайлович Ни. И вот моя презентация «Развитие Казахстана в годы Советского Режима». Сегодня я бы хотел рассказать вам об истории экономического и социального развития Советского Казахстана. В частности, я бы хотел рассказать о голоде ранних 30-х годов, который произошел во время коллективизации и, по мнению многих, из-за нее. Я выбрал эту тему, потому что я интересуюсь казахской историей и хотел больше узнать о голоде в Казахстане, учитывая, что это важная часть истории региона. На мой выбор темы повлияло и то, что я хотел больше узнать о казахстанской историографии голода. То есть, о том, как представители современного правительства Казахстана относятся к голоду. В моей презентации я остановлюсь на следующих моментах. Во-первых, какова была экономика в Казахстане в 20-е годы 20-го века? Во-вторых, какие позитивные результаты внесла плановая экономика в Казахстане? В-третьих, какие негативные результаты внесла плановая экономика в Казахстане? В-третьих, какие демографические изменения испытывал Казахстан в советский период? И, наконец, какое важное событие произошло в конце 1986 года? Так, во-первых, какова была экономика в Казахстане в 20-е годы 20-го века? В 20-е годы 20-го века в Казахстане была кочевая экономика, которую центральная советская власть считала отсталой, по-английски «backwards». То есть, Казахстан не производил ничего в больших масштабах. В Казахстане еще жили много кочевников, у которых не было ни крупного сельского хозяйства, ни тяжелой промышленности, heavy industry. Какие позитивные результаты внесла плановая экономика в Казахстане? Союзное правительство наметало ускоренные темы развития хозяйства Казахстана, и среди позитивных результатов советского плана развития хозяйства Казахстана можно назвать следующим. Во-первых, к 1941 году объем промышленного производства вирус по сравнению с 1913 годом – 8 раз. Во-вторых, сельское хозяйство стало более развитием. Например, фермеры начали водить тракторы и пользоваться электричеством. В-третьих, вообще экономика стала более диверсифицированной. Какие негативные результаты внесла плановая экономика в Казахстане? К сожалению, за эти позитивные результаты казахский народ заплатил высокую цену. Возможно, самый негативный результат советского плана развития, компания-коллективизация вызвала сильный голод в начале 1930-х годов. От голода около полутора миллионов казахов погибли, миллионы других стали деженцами и десятки миллионов скотов погибли также. Какие демографические изменения испытывал Казахстан в советский период? В советский период демография Казахстана сильно изменилась. Как я уже сказал, многие погибли от голода. Кроме того, многие разные люди – поляки, немцы, предполагаемые диссиденты – были переселены из других республик и стран, например, из Украины, Большей и автономной советской социалистической республики немцев Поволжья в Казахстан в 1930-х и 1940-х годах. Более того, в 1950-х и 1960-х годах многие русские и украинцы переселились в Республику Казахстан в связи с программой освоение целлений, программа по увеличению сельскохозяйственного производства в так называемой целлени СССР, по-английски «the virgin lands of the USSR», то есть в Казахстане, в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Крыму, от 1954 года по 1965 год. Государственный плановый комитет Совета Министров СССР наметал план выращивать зерно в Казахстане. В других республиках и в районах, однако, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев хотел, чтобы фермеры выращивали кукурузу. Так, какое важное событие произошло в конце 1986 года? В конце 1906 года произошли так называемые декабрьские события, известные также как Жотоксан в Ама-Ате. В течение трех или четырех дней тысячи молодых казахов выступали против уволнения первого секретаря Коммунистической партии Казахстана Денмухаммеда Кунаева, который был казахом, когда он был заменен, replaced, Геннадием Колбином, который не был казахом. Скоро военные вошли в Аматы, чтобы подавить выступления. Военные избивали, бить протестующих. Сотни людей были ранены и некоторые даже убиты. Можно спросить, это событие имело значение для всего СССР? У меня есть два ответа. С одной стороны, с точки зрения историка, я не уверен, что увольнение Денмухаммеда Кунаева имело значение. С другой стороны, лично я предполагаю, что увольнение казаха из правительства Казахстана мог послужить поводом для беспокойства в других нерусских республиках. Через пять лет после Желтоксана Казахстан провозгласил независимость 16 декабря 1991 года. Он был последним из республик СССР, провозгласившим независимость. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...